Поэтому имейте в виду, чтобы заработать, идёте на стройку и вкалываете, и тупо умираете там. Если вы не хотите особо напрягаться, но вы хотите более-менее зарабатывать, то идёте в какие-то там, я не знаю, консультанты, допустим, вот работают всякие там в Евросети, да, связном, такие вот, работают также парни, мужчины, и ничего в этом такого нет. Даже в магазинах вот консультанты есть парни в магазинах одежды, я видела, поэтому у нас как бы редко встретишь такое. Если консультант-продавец, значит девушка, всё, шуруй. А мужчины у нас только в офисах сидеть, там деловыми быть, как бы вот так вот у нас только. Допустим, я работаю, зарабатываю там, к примеру, 15 тысяч. Это минимальный заработок каких-то даже продавцов, консультантов, уборщицы, дворники, кто там ещё, какие-то разнорабочие. Ну, не в плане там строительства, а просто там вот подай-принеси и всё остальное. Минимальный заработок 10-15 тысяч. Чтобы снять квартиру здесь, то за 15 вы точно снимаете. Вот смотрите, если вы приехали сами сюда, и вы нашли работу на 15 тысяч, то все 15 тысяч вы будете отдавать за квартиру. Нужно ехать обязательно с кем-то ещё. Если вы едете сами, то я считаю, у вас должны быть здесь ещё либо знакомые, либо родственники какие-то, которые вам первое время помогут, либо просто вы будете у них проживать, да, которые вам, во-первых, с регистрацией помогут, и с жильём дадут какую-то комнату, либо уголок. И вы не будете на это затрачиваться. Значит, хотя бы этих 15 тысяч вам хватит собрать на то же оформление документов, на проживание и всё вот эти вот мелочи. Если многие думают, что приедут сюда и будут жить на широкую ногу, нет, такого не будет. Да, вы можете прожить на широкую ногу со своим первоначальным каким-то капиталом, с каким вы приедете, ну, буквально месяц, да. Дальше будете уже, как сказать, палец сосать. Так, дальше пункт «Сложности с документами». Сложности с документами, да, сложности, в принципе-то, никаких, я хочу сказать. Сложности в том, что на это затрачивается куча времени вашего личного, а если вы затрачиваете на отстаивание в очередях время, то, соответственно, зарабатывать деньги кто будет? Некому. Значит, вам нужно найти тогда работу, которая по графику, хотя бы два через два, там, три через три, либо там вы работаете, там, неделю работаете, неделю отдыхаете, вот так вот. Потому что пятидневный график вам не подойдёт, если вы собираетесь оформлять документы. Моменты с документами, опять же, кучу очередей нужно будет отстаивать, так что готовьтесь. Обязательно, если идёте в ФМС, то запасайтесь жиротвой, запасайтесь кучей ксерокопий, кучей денег. Потому что, бывает, приходишь туда, там, забыл какие-то ксерокопии, либо даже не знал, что они нужны. Тебя посылают делать кучу ксерокопий, а уходит на них бывает и по 500 рублей за раз. Так что, готовьтесь к этому. Заведите себе отдельную папку. Я, допустим, свою купила в фикс-прайсе, вот такую вот. Здесь у меня всё. Как вы видите, у меня именно куча всего здесь. И для чего это нужно? Для того, чтобы вы хранили всё в одной папке с такими файлами. Вы будете хранить всё в одном месте, нигде ничего не потеряете таким образом. Потому что, если вы что-то потеряете, то капец. Считайте, что вы потом будете с геморроем этим постоянно. Неизвестно, восстановят вам очередную потерянную бумажку или нет. Неизвестно это. Поэтому, любую бумажку, честно, у меня много здесь хлопа, который уже, наверное, не нужно. Но я храню, потому что каждый раз, когда приходишь в какой-то отдельный ФМС, здесь они по районам распределены. И ещё есть ФМС там, где РВП я получала. Потом есть ФМС отдельное здание в отдельном районе, где я соотечественники оформляла. Поэтому в разных зданиях, в разных районах свои правила, свои какие-то мелочи, нюансы. И вы должны это учитывать. Поэтому каждую бумажку, которую вы оформляете, оставляйте на всякий случай. Потому что иногда, бывает, требуют любую малейшую бумажку, ксерокопию. И ты просто, бывает, иногда стоишь и думаешь, блин, да, а никто не говорил, что она нужна. Никто нигде о вас предупреждать ни о чём не будет. Звонить и названивать вам тоже никто ничего не будет. Даже платно, поверьте мне. Поэтому, да, с документами вот один такой момент. Все, все мельчайшие бумажки сохраняйте, чеки, всё, всё сохраняйте. Потому что есть ещё возможность, допустим, если вы приезжаете, да, то можно написать заявление тоже в ФМС. И также отстоять очередь километровую, кучу геморроя. Пройти, да, с этими бумажками. Написать заявление на возмещение. Билеты в дорогу, да, то, что вы тратились. Потом даже то, что вы платили за квартиру. Если у вас сохранились чеки, именно оригиналы. Может быть, ксерокопии тоже можно. Я не знаю, не в курсе этого. Вы это всё можете предоставить вместе с заявлением. Его рассматривает начальник. И через время, может, через год, может, через полгода, кому как. Некоторые говорят, вот сейчас написали заявление, а денег нет. Люди ждут. Могут и год ждать, могут и два ждать. Сложности, опять же, повторюсь, никаких в плане оформления. Если у вас есть все с собой документы, обязательно у вас должно быть свидетельство о рождении и паспорт. Потому что если у вас этих документов нет, потому что без этих документов вы не оформите себе ничего здесь. Поэтому обязательно не теряем ничего, нигде, никак. Помимо всего остального, сопутствующие документы — это трудовая книжка, если у вас много лет на работах. Потом документы об образовании, красные дипломы и всё такое. Какие-то ещё курсы, водительские права обязательно. Потому что здесь, если вы водитель, можно найти работу. Я не знаю, конечно, какие у них зарплаты, смотря где, наверное, работать. Но можно найти работу. Требуются и таксисты, и водители на вот эти вот маршрутные такси. В общем, можно в фирму какую-то устроиться водителем. Здесь возможности, мне кажется, намного больше, чем у нас на Донбассе. Я не хочу сказать за Донецк. В Донецке как-то вот... Да и то, кстати, да. Наверное, в Донецке тоже не настолько много возможностей. Я там прожила полтора года и тоже искала работу. И искала нормальную более-менее. Но работала потом продавцом-консультантом в итоге в бутике. И как бы честно, эта работа — это не моё. Я люблю работать с людьми, но больше как-то на дипломатическом уровне, чем вот лишь бы продать, лишь бы втюхать. Но это не моё. Я не умею врать людям. Я именно по существу, по сути, да, я могу общаться с людьми. Но не врать. Я не то, что не умею врать. Я могу втюхать, но я не могу. Даже вот мне задают вопрос, какое качество, хорошее или нет, там, шмотки какой-то. А я вот просто... Я не краснею ничего. Я вот просто не могу соврать. Я просто вот хочу сказать правду. Я, конечно, вру человеку в итоге, но меня это потом так грызёт. На душе просто как действительно кто-то насрал. Даже платите вы деньги за получение каких-то документов. Вот просто если заплаченные деньги, да, то это немножко... Оформление документов немножко протекает быстрее. Вот вы платите только за это. Вы не платите за то, что там вы придёте, да, и вам должны жопу целовать, я не знаю, там, бегать перед вами, носиться с вами именно только с одним. Я стояла, допустим, когда получала соотечественники, я стояла, вернее, когда оформляла только, да и когда получала тоже. Я там не одна такая была. Я имею в виду только именно Украину. Это те, которые должны делать всё бесплатно, как многие считают, да. Вот мы приехали сюда, и Россия нам обязана предоставить там гражданство бесплатно, причём в кратчайшие сроки. Вот ваши и бесплатно. То, что ты даже платно добиться этого не можешь. Ты должен вертеться, крутиться, чтобы заработать бабло на оформление документов. Потом ты должен крутиться, вертеться также, отстоять в очередях, пройти все комиссии, чтобы всё у тебя было идеально, успеть в сроки, и регистрация имеет свойство заканчиваться. У неё сроки даются определённые. Я извиняюсь за такую смену декораций. В общем, это уже следующий день. И остались у меня два вопроса. Это я не закончила про документы. И ещё один вопрос про ощущения мои вообще пребывания в России. Кто там мне писал, что старайся сократить видео. Я не могу их сократить, потому что много всего вы хотите узнать из одного видео. Такого не бывает. Либо я буду по каждому пункту снимать отдельные кусочки, и это будет 10 видео. Либо я сниму одно видео на полчаса, там, я не знаю, пусть на час. Зато в этом видео будут затрагиваться все вам интересные темы. И я надеюсь, что я отвечу на все вопросы, которые вас будут интересовать. Про документы. Если кого-то интересует именно конкретно, что нужно делать, я вам точно не скажу. Я могу сказать, в принципе, но у каждого всё индивидуально. Все вот кто получал документы, кто оформляет документы, все рассказывают всё по-разному. У каждого вот как-то подход в ФМС, к каждому индивидуальный, наверное, я не знаю. Допустим, кому-то нужны эти справки, кому-то не нужны эти справки. Ну, какие-то определённые, да, там. Главное скажу, что по приезду в Россию вы идёте сразу в ФМС, вы не ждёте там 10 лет. Вы в течение 7 дней должны встать на учёт. Если собираетесь дальше делать документы, вы подаёте уже там свои документы, свидетельства, вот то, что я говорила, там, паспорт. И все сопутствующие документы, соответственно, переводы должны быть заверенные нотариусом. Потом должны быть у вас справки с больницы. Вы их, соответственно, покупаете, если не хотите бесплатно обходить, потому что бесплатно это отстаивать километровые очереди. Это не очень удобно. Так вы тоже очередь отстаиваете. Я уже говорила, что платно. Это не значит прийти, заплатить, забрать и уйти. Нет. Вы всё равно отстаиваете очередь, но вам делают это намного быстрее. И есть такие места, где можно сделать даже всё в одном месте. Вы приходите в одну больницу и платите, и вам там всех врачей как бы обходят. Есть даже в некоторых ФМСах прохождение комиссии и всё такое. Вы также платите деньги, также сдаёте все. Вы не просто платите деньги и ничего не делаете. Нет. Вы также сдаёте анализы, потому что анализы должны быть правдивые. Мало ли вы действительно болеете каким-нибудь вирусом, либо там, я не знаю, ещё чем-нибудь болеете, что передаётся. Вам тут оформляют документы, и вы уже полгорода заразили, пока сидели тут, оформляли документы. Имея все документы нужные, это оригиналы ваших документов, переводы, соответственно, заверенные нотариусом, и справки о вашем состоянии здоровья от врачей, с печатями, со всем остальным. Вы идёте в ФМС, подаёте на убежище там, или на что вы подаёте на РВП, то же самое, к примеру, если вы идёте не по программе переселения. Да, сначала вы должны сделать регистрацию, без регистрации вы не сделаете и не подадите ничего. Имея регистрацию, имея пакет документов, которые вы собрали на руках, да, вы зарегистрировались, потом вы идёте и становитесь на учёт в ФМС, с пакетом документов вы обращаетесь и спрашиваете, либо какие документы на убежище нужно, либо какие документы нужно на РВП на подачу, что для этого нужно, где подавать, как, что, телефон узнаёте. Всё узнавайте досконально, потому что есть такие люди, которые, именно сотрудники ФМС, которые говорят, вся информация на стенде, а на стенде бывает информация не всегда актуальна и правдива на данный момент. Также после того, как вы обойдёте все комиссии и всё остальное, и узнаете, куда, что, как подавать, занимаете, идёте очередя, подаёте документы уже на РВП или на что вам там нужно, и, соответственно, делаете уже всё дальше, узнаёте всё уже по месту, потому что так я вам не расскажу. Допустим, у нас знакомые, которые вот в Екатеринбурге, у них совсем по-другому всё было, у них даже перечень документов именно на подачу немножко другой, поэтому, ну, у всех всё индивидуально, и в каждом городе свои порядки, свои какие-то заскоки, да. Ещё один вопрос, это вопрос моих ощущений, да, в России. Я сначала, когда приехала сюда, мне очень понравилось, я вообще была просто в восторге, опять же повторюсь, из-за того, что я хотела сюда приехать, хотя бы ненадолго, а тут жить приехали, как бы это вообще, ну, супер, я просто окрылённая была. Конечно, я перенесла сначала стресс, потом уже меня накрыла эйфория, да, то, что у меня всё получается, всё хорошо. Даже когда у меня что-то не получалось, всё равно как-то, знаете, на душе было хорошо, спокойно, и я такая удовлетворённая была, потому что я получила то, что я хотела. Все мы, когда у нас что-то получается, да, когда у нас хорошо всё идёт, так, как мы задумали, либо исполняются мечты какие-то давние, да, конечно, у нас на душе всё спокойно и хорошо. Но потом, когда уже, да, ты углубляешься всё дальше в оформлении документов, то у тебя проблемы, ты там не можешь найти работу, то ты там с одной ушла, опять ищешь работу, то какие-то проблемы там то со здоровьем, то просто там с теми же работодателями и со всем остальным. Перенося это всё, сталкиваясь с этим всем, я стала понимать, что не жизнь тяжёлая, да, а люди сами создают себе проблемы, какие-то вот недоброжелательные, злые, и делают других людей такими же. Поэтому я и призываю вас быть добрыми не только по отношению к своим родным, к самим себе, а быть добрыми к окружающим. Здесь, конечно, я уже говорила, люди получше, чем у нас в Украине, именно в отношении, но не все, опять же. Я смотрю, вот чем больше я общаюсь с людьми, тем больше я вижу плохих таких злых людей, обделённых чем-то, да, и иногда даже вот просто у меня мысли возникают, блин, ты тут жалуешься, ноешь, сидишь, что у тебя тут ипотека, там, я не знаю, ещё чего-нибудь, там, сидят и каждый день, изо дня в день, вот это вот рассусоливают, вот это вот тягомотина. Честно, это так угнетает, не знаю, я не могу с такими людьми общаться. Живя здесь уже продолжительное время, конечно, мне нравится в России, я ничего не могу сказать по сравнению с тем, что у нас было в Украине, да, и что у нас тем более есть сейчас, я, честно, не хочу туда возвращаться, у меня нет желания, я хочу остаться здесь и жить здесь. Опять же, рассказала вкратце о своих ощущениях от России, мне здесь нравится всё, мне нравятся продукты, доступность ихняя, мне нравится то, что здесь ещё много вот этих вещей, и люди ещё остались с тех СССРовских времён, мне это греет душу, действительно. Тем, кто собирается переезжать также в Россию, желаю вам удачи, у вас тоже всё получится, не переживайте, так что, если всё равно вас не устраивает и это видео, я уже не знаю, что тогда вам рассказать. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео, обязательно увидимся, всех целую, обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok